Субтитры сделал DimaTorzok 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 там всякие, как говорится, жесты, а человек, в смысле душевному свойству, человек духовный остается, он как бы в спокойствии в таком, то есть не выражается никаких эмоций. И вот мы, допустим, сколько он вот этих эмоций страшен. Ну, бывает, когда эмоции, да, вот через край плещут. И вот опять же, а как, почему вот он, допустим, не понимает, что вот это, ну, не польза, не душе его, как говорится, не тому делу, которым он занимается. Вот, ты смотри, вот такие эти гримасы строят. Я не знаю, Степаненко объясняет, допустим, что свойственно таким людям, да, ну, публичным вот впадать в такие состояния. Ну, как впадать в нас? Нет, это не логично совершенно. То есть это нельзя объяснять, ну, как бы вот сказать, что если человек верно устроен внутри, если он публичен, то тем не менее, несмотря на правильное устройство, он может как-то себя так неадекватно вести. Нет, это просто показывает, что грех живой там и все. Никакого другого объяснения нет. Единственное, вот я вот все сейчас больше убеждаюсь, что вообще в эти дела впрягаться вообще нельзя. Оно настолько там, понимаешь, каждый человек в своем виновен, что этот вот грех, он идет, живет, и там ничего не сделаешь с ним. Ничего, бесполезное дело. Это уже вот личная забота каждого человека. Потому что вот даже если вернуться вот к похвалам, если не воспринимать их вот как, знаешь, вот без всякого условия, без всяких условностей, как что это правильно, то вот и всегда, даже когда хвалят, ну, например, мне всегда это было интересно думать об этом. Почему хвалят? Вот, в каких случаях хвалят? То есть анализировать ситуацию, смотреть, а в каком я сам состоянии нахожусь. То есть это вообще интересное такое занятие. Я не знаю, мне все время я любил думать вот над всякими этими вещами. И они, когда ты размышляешь, всегда же какие-то результаты приносятся. Вот, и мне это понравилось этим заниматься, потому что я вижу, что из этого такие интересные выводы можно делать. О том, что какой человек, как он реагирует, что внутри его происходит. Вот, и поэтому, если внимательно за собой смотришь, ты неважно, кто ты, публичный человек или очень одинокий, не должно быть таких всплесков, всплесков, то есть как бы как вполне нормальных для человека. Нет, это просто что-то нездоровая ситуация. Вот, но это грех, и все. Вот, смотри, относительно духовного человека. Духовный человек, он силен вот именно тем Духом Божиим. В молитве мы просим, ну, Божий наш, допустим, мы просим, да, светится имя Твое. Я не помню, кто из отцов или из толкователей кто-то сказал, что именно вот мы просим о том состоянии, когда имя уже начинает Божие в глазах светиться. То есть уже человеку не нужно никакие строить гримасы на лице, выражать какое-то свое состояние. Оно вот невидимым как бы образом, ты видишь человека, что в человеке что-то необычное происходит, какой-то человек не такой, как все. Вот при всем том, что он остается абсолютно спокойным. Вот такой человек притягивает. Вот этого состояния добиваться, вот видишь, вот именно этим как бы, ну, бесстрастно. Состояние бесстрастное, это именно вот духовное состояние. Допустим, страсти, они то ли положительные, то ли отрицательные, они же по-любому всегда пройдут. Сегодня ты в таком состоянии, завтра у тебя состояние противоположное, и то и другое оно пройдет. Вот. И как же? Сегодня он твой враг, допустим, да, он там против тебя, а завтра он за тебя жизнь свою отдаст. Кто знает, как в жизни поворачивается все. Вот это вот покой в душе, да, божественный. Ты можешь говорить об обличительном, или ты способен, и у тебя неограниченные вообще возможности. Ты вот занял позицию, да, с каменным лицом таким, и с монотонным голосом, боясь, что хочешь, и хорошее, и плохое, и оставайся в духе мира, да, и все. Да. Не знаю, может быть оно, конечно, я вот, как я думаю, но всегда с осторожностью, как бы категорично о чем-то могу говорить, потому что, может, что-то там потом я больше пойму, чем сейчас я понимаю. Но Игнатих, он в данном случае просто вступил вот в состояние войны такое, и оно его как бы будоражит. Он же любую тему, какую ни возьми, вот даже на занятиях, оно никакого отношения не имеет к этим волкам, которые там носятся вокруг его колокольни. Но он все сводит к этому, он все к этому подводит. Куда ни возьми, он только об этом говорит. Я не знаю, может быть это вот так, когда он нападает на тебя, на меня просто так никто никогда не нападал. Может быть это слишком ранит сильно, я не знаю, что он болезненно воспринимает. Но с другой стороны, мне кажется, что даже было бы, может быть, но это опять, потому что со стороны рассуждения, больше бы пользы и эффекта было бы, если он поменьше об этом даже говорил. Ну как бы ответил и все, не каждый раз вот одно и то же прокручивая. Вот такое состояние у него просто, вот он да, он как вступил в войну, и он из нее никак не выйдет из этой войны. Вот как раз об этом батюшке пишу. Я говорю, такое ощущение, если они, допустим, все перестанут говорить о волках там позорных, да? Да. Ну вот тут все, ой, Боже, не говорить ничего. Не о чем, да. Оно же вот у Игнатия Тихоновича, там вот есть знания определенные. Вот их интересно было бы сейчас услышать. А сейчас практически из всего, что удается слушать, ну там, я не знаю, 10% может быть только полезного, то, что действительно можно у него только узнать. А было бы, наоборот, интереснее, если бы он 90% говорил то, что мы не знаем, а вот мимоходом там о чем-то совсем, вот этом, о чем уже сто раз слышно всем. Ну, здесь, видишь, не знаем, как мы бы оказались, как вели бы себя в этой ситуации, не знаю. Ну вот, после чего начали, допустим, мы в себе воспитываем духовного человека. Вот есть, я не помню, апостол Павел, по-моему, к Каримфинам он пишет, как он, если между вами возникают зависть, споры, там, ну, разногласия, то не плотские, или, ой, он спрашивает, знаешь, вот вопрос себе такой задать, да, вот. Вот у нас вот, посмотри, одно и то же, ну, одно и то же, одно и то же, да. Ну, что же это, и что же тогда, и ничего, и нету тогда никакого в душе, и вот этого, за 50 лет ничего так и не выросло, что бы. Ну да, тут вот, не знаю, может быть, это как-то, ну, не знаю, старость, это тоже необъяснение. Потому что, все равно, как и в молитвах, он тоже об этом постоянно и говорит, как, о очень важном и основном водительстве духом святым. Если ты в один духом святым, он тебя должен же на всякую истину наставить. Я пока не вижу таких священников. Вот, какие они должны быть? На самом деле, все какие-то запрограммированные какие-то, все боятся, все нарушают, причем, даже зная, что это нарушение, они все равно продолжают нарушать. Вот вчера, не вчера, в воскресенье, в субботу, опять там архиерей приезжал, служил, и настоятель в этот раз заранее уже там и звонил, и смс-ку присылал, приглашал на службу и на трапезу, что потом будет, может, совместная трапеза. Вот была трапеза, и вот там целый стол этих священников, подзеканов там, и вот они тосты говорят. Ну и все это лижут и лижут, лижут и лижут этого владыку. А потом мне, значит, там, ну, человека три уже, наверное, сказали. А что, вино пьют, да? Ну, там, но владыка воду пел, и настоятелям надо было ехать еще, потом казаков поздравлять, еще кого-то. Поэтому, ну, так владыка, он у нас, как бы, я не видел, чтобы он, как бы, выпивал, так, как будто он держится в этом плане. А так священники, у нас вот этот священник, который меня там все поносил-то, он говорит, ну, что такое там, говорит, какой-то, говорит, тут у них, ну, не у вас, а, мол, здесь какая-то атмосфера такая, там, стакан водки выпьешь, на тебя будут смотреть, как будто, как не на нормального. Мол, там у нас, где я был, там, нормально, никто ничего не скажет, а тут, говорит, в рот заглядывает, стакан до второй водки, говорит, выпьешь, бывало что-то, да, весело как. Вот. Ну, и вот, и он говорит, мол, Александр Атольевич, может быть, тост скажете? Я говорю, у меня умного сказать нечего, дурное, как бы, не хочется говорить. Он, да я умный, сам все сказал, я говорю, ну, мы уж должны вам подражать умным-то, что же глупостях-то? И вот такой разговор, ты знаешь, ну, все какие-то, вот, и у них шутки какие-то, мне неинтересно с ними совершенно. Понимаешь, вот они священники, о чем они говорят-то? Поэтому Игнатий Тихонович, он все правильно говорит в этом отношении. То, что его личные недостатки, ну, если ты правильно, как в смысле его седалища говорят же, Господь говорит, а не слушайте и делайте, а по жизни их не поступайте. Вот точно так же, как Игнатий Тихонович, что на него нападать-то им? Что они от него хотят? Святости? Ну, это, как бы, задача не их в этом плане. А то больше ведь нападают все-таки за то, что он говорит. Вот. И то, что правильно говорит, а то, что сам другой, ну, не знаю. Ну, это понятно, кому нравится, когда они... Правда, ведь я сегодня ночью слушал новое какое-то выступление Дмитрия Смирнова, где-то он и вопросы задают. А почему это руку полагают священников-то молодых? Знаешь, вот эти вопросы, заметно, как вот эти вот вопросы как раз, как их ранят, как они... Ага. Да, да, да. И он отвечает, да вы типа это, знаете, такого там Сергий Радучский, его еще какого-то привел, они тоже были это самое, в каком возрасте-то, они не учились нигде тоже, и школу никаких не заканчивали. Вопросы-то, конечно, они вот эти, их ранят, видно, сильно ранят. У них нет ответа. Опять же эти храмы, его строительство, храм ваш... Раньше вот... Сейчас, извини, Сергей, сейчас, вот эта жена у меня тут сейчас. Пять лет назад, или там семь или десять, с каким вот удовольствием, я помню, я его слушал, я переслушивал его там и дними, и ночами, знаешь, вот только его, и его, и его целыми днями. А сейчас противно, вот включишь иногда и тут же выключаешь его. А я уже даже не включаю его, вот сейчас, тоже так, да, да. А потому что, потому что, видишь, у него есть вот такой, все-таки он, ну, язык даровитый такой, может говорить, причем он не повторяется, знаешь. Да. А, нет, не все, все пустое, одна пустота, все поверхностное. Да, да. То есть он человек такой компромисса, то есть у него нет ревности такой, что вот есть Слово Божие, есть как бы правила апостолов. Нет, все на компромиссах выстроено. Ну, а вот, с другой стороны, я вот вникал, допустим, у него, если понять его вопрос, вот, допустим, сколько лет, да, он тоже вот смотрит вот на прихожан на своих, так они вообще не бум-бум, они вообще в вере никак. Знаешь, ну, я думаю, он занял, да, горей, скажем, синим огнем цвета, буду, это, вот так вот. А что, а он, я думаю, наверняка же пробовал все-таки, но это, у него есть проповеди такие, прям, ну, горящие, когда он хочет, ну, вы, 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 а, ты, дайте там, как он вообще, а люди, они какие были такие приходят. Вроде человек выкладывается, и я думаю, он полюнул на все, и все. Я тоже так думал. Только все равно, наверное, нельзя так нам, крестьянам так нельзя. Но это опять, видишь, вот интересно. Дело в том, что настолько мы каждый в своей нише находимся, что нам судить внешних практически бесполезно нельзя. Не судить, а пытаться даже как-то правильно оценить их поступки, потому что, находясь на своем месте, человек настолько больше видит вокруг себя обстоятельств, которые мы не знаем, и может быть, там какие-то есть аргументы, но вот так мне кажется, что нельзя. Да, там может быть аргумент такой, что скажет, я хоть вот просто замалчивая какие-то моменты, вот через слова свои в остальном скажу столько для тех, кто услышит полезного. Если я сейчас в войну вступлю, у них уже система, она просто у меня и сторниет, и вообще ничего люди не узнают. Но это опять Бог исключается. Понимаешь, мне кажется, что в этой ситуации, когда люди так идут на компромиссы, они все-таки Бога исключают из этой системы, из управления миром. Вот. Нам же не сказано, что мы должны там лицемерить, именно наоборот сказано, не лицемерьте, не лгите, вот. Вот. Лицеприятными не будете. Поэтому нельзя... Понимаешь, ты говоришь, она мера, вот это где ее меру? Вот, допустим, ко мне приходит человек, да, дух, понимаешь, а я уже все, я уже настолько вот, ну, опустил руки, перестал я ему, вот, духовно. Он хоть в церковь все там, это, свечки ставят на празднике, крест у него вот так пущий там на груди висит. Ну, ты начинаешь, а царствие небесном будет, а там даже и близко, и сразу закрывается, и все, и ты мне не надо, и его это для вороговое русло. Да. Такое у него, а как, понимаешь, а тут хоть луком вот бейся об стенку. И я думаю, а что, ты не буду ничего говорить, а что говорить, если он сразу как это, в оппозицию становится. Ну, да, если стена непробиваемая, что там уже сделаешь? Смотришь на человека церковного, и когда вот в это, через призму вот этого писания, ты начнешь смотреть, то он как будто не верующий становится, а по внешним показателям он верующий. Он столько времени уделяет все. Поэтому вот не зная, на что смотреть надо. Я вообще думаю, тут вот спасаться гораздо проще, чем мы думаем даже. Ну, по крайней мере, это я так думаю. Ну, вот у меня когда был опыт, да, вот я выходил из тела. Ну, это был не сон, это настоящий опыт был. Ну, хоть недолго я там, не знаю, минуты некоторые там. Ну, вот, понимаешь, там беззаботность абсолютная. Тебе абсолютно все, что было тебе важно, там вот сейчас, о чем мы говорим, это даже там вообще ничего не стоит. Да, да. И что, и вот как вот найти тут вот это вот? А ведь почему вот мы об этом говорим, и почему, тем не менее, мы вот это должны делать, вот, и анализировать, потому что мы же через это сами себя пытаемся устроить правильно. То есть встать на какую-то линию жизни, рассуждения какие-то в свою голову впускать или не впускать. Только через внешние вот мы, как это, сигнал послал, отразился, и вот так вот пытаемся как-то в итоге потом себя определить в этой жизни. Ну, дело в том, что когда мы меняемся, ну, когда мы умираем, да, перевоплощаемся, там даже не свойственно, ну, по крайней мере, насколько я понял, вот это состояние там, оно не свойственно вот даже тем эмоциям, которые у нас сейчас есть, да. Вот, допустим, попадая туда, ты автоматически вот становишься тем, каким должен был быть там ты, понимаешь, у тебя абсолютная незлобия, там, у тебя абсолютная миролюбия, у тебя там даже и возможности не будет испытать какой-то гнев или что-то прочее, так как, понимаешь, вот насколько все и как это все организовать, представить. Ну, вот как раз это об этом и говорит о нашем большом, он, как бы его слово-то, я не знаю, какой примит, нейтралитет, что ли, вот относительно всего вокруг нашего внешнего происходящего. По большому счету, Писание нужно нам говорить, там, скажи брату, там, обличи, да, опять скажем, в духе кротости, все там, к церкви призови и отойди. Вот так и надо, вот оно и как раз такое состояние, оно и будет обязательно в душе. А когда мы пробиваемся все-таки, оно мир-то разрушает. Вот и так во всем, наверное, мы должны относительно кого бы то ни было не умирать по этому человеку и не восставать против него, как курочка, клевать понемножку со всех сторон и думать, что со мной. Все, вот это все, это от лукавого, это и не больше, не меньше от него, то тут нет ничего божественного, чуть на малость у нас меняется давление в крови, там, будет вот, это все, это все работает против нас, против нашего духовного и телесного устройства. То есть даже это может, кстати, вот сигнал останавливаться, да, вот через болезнь, да, слушай, что-то не так, надо, значит, подумать. Да. Господь так устроил, наверное. Да, потому что если у меня начинает болеть голова, там, значит, ну я, вот, кстати, раньше, чем вот дальше туда от нынешнего моего времени, тем вот я замечал, у меня голова болела, обычно что-нибудь, или ты там позлишься что-то там, или переживаешь, хотя, ну, вроде надо переживать, но потом сейчас я думаю, ну, зачем ты так переживаешь? У Бога все размеренно, принимай как есть, и все. И вот сейчас и голова-то у меня практически не болит. Уже я не помню, когда она у меня болела, как раньше. А вот это как раз, когда болит, сигналит Господь, ты что-то неправильно устроен, вот, думай. А это даже, я не знаю, кто это посчитал, вот, в общем, в результате, допустим, вот этого эмоционального сдвига, человек, ну, как это, допустим, после гнева, да, вот это состояние в человеке 12 минут, или, допустим, отчаяние, в человеке 12 минут длится оно, остальное уже все, вот, человек выдумывать начинает себя, себя вгонять в это состояние, то есть эти 12 минут прошли, а все остальное уже наша работа. То есть, допустим, вот кто-то, это, разгневал тебя, да, ну, все, ты огневался, у тебя произошла вспышка гнева, да, оно же все потом стикло и закончилось. А если ты продолжать начинаешь, вот это уже и есть грех, когда ты в себе это взрываешь, из-за дневного пения ты продолжаешь. Да, 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 так и есть, так и есть. Второе, правда, только единственное, ну, это тоже, как раз, это и есть работа, вот, моя, допустим, над собой. Я смотрю, не слишком ли я пассивен, потому что другая крайность, может быть, вот, занимая такую жизненную позицию, думаешь, а это не пассивность ли. Там, допустим, он, да, он там гневается, он кипит, но он параллельно сколько работы делает, а ты не гневаешься, не кипишься, а что ты сделал? Ну, опять же, у нас есть такой дар, да, и у нас, если долг он есть, он сюда тебе подскажет, когда, что надо делать. Совесть-то она осуждает всегда, и за недостатком, и переизбытком, всегда же она тебе скажет. Ну, да, я поэтому стараюсь никакие вещи не форсировать, вот даже в себе. Главное, думаю о том, что надо соблюдать внутреннюю чистоту, внутри, вот, чтобы все правильно было, и молиться, а Господь, Он все направит и поправит. Мы же просим, Господи, даруй водительство Духом Твоим святым, сердце чисто созисти во мне, Боже, вот. И Господь, я думаю, я верю в то, что Господь направит. Вот, слушать я стараюсь, напряженно слушаю, что Господь говорит. Вот, а там выведет, я думаю, как-то куда надо. Я вот, знаешь, по этому поводу, что думаю, допустим, Господь бы, я думаю, Господь бы рад бы нас и всех бы взять бы к себе. Но тут существуют, видишь, некие законы, допустим, называются они мытарствами, да, и мы не знаем, что-то происходит, мы просто не можем перейти вот этот, ну, все равно, что знаешь, экзамен, да, ты после школы поступаешь в БУКС, да, и ты просто не осиливаешь эту тему, она тебе не дается, ты поступить не можешь. Так же и вот здесь вот происходит такое вот что-то подобное этому, вот именно вот эту школу. А что, а там, там туда попадаешь человек, он меняется, тем более у него есть вот этот вот свет озаряющий Божий, да, он меняет человека в корне. Если бы мы могли туда попасть, то, конечно, всех бы он забыл. Ну да, ты правильно говоришь как раз о том, что все равно мы должны вот заданным Богом, заданный Богом путь пройти. Ведь смысл-то как раз не просто человеку родиться и умереть, ведь, да, а все-таки прийти в какое-то состояние, в которое Бог хотел бы, чтобы нам человек пришел. Поэтому, если есть потенциал, Господь пока оставляет жить. Вот мы и идем этим путем. Ну, конечно, что ж, руки-то опускать нигде. Да. Поэтому. Это вот это вот духовное состояние такое, значит, вот себе представлял мир в душе, да, иметь это вот. У кого он мир в душе? Я думаю, вот на ребенок, когда рождается, ну, такой грудной там ребенок, который еще не грешит, да? Да. Есть фотографии в интернете, да, люди, вот, но монахи там где-то умирают, знаешь, с такими улыбками вот на лице. Вот этого состояния надо вот и при жизни. Видишь, люди достигают этого состояния, и они, для них уже вот эти муки, да, они уже избавлений такой радостью становятся. Действительно, вот делать такой анализ, я говорю, ну, легкий вопрос задается по этому. И видно же реакцию человека, да, стремится человек к Богу. Да придет, царствует, поведает, мы призываем, ну, давай уже скорее, ну, скорее, давай, уже нет терпения ждать уже. Вот, а кто так думает, так же не думают люди. Вот человек, человек, которого любишь, да, ты же ждешь встречи с ним, время тянется невозможно как. Ты самое главное, ты знаешь, что этот человек хочет, ты же готовишься и угождать ему, желаешь этим. Поэтому как можно жить на пути христианском и не угождать, как бы попирать вещи. Вот у меня дочка приезжала на праздники с зятем. Ну и вот, ну, там у нее жизни христианской-то по-настоящему нет. Все, она в церковь ходит, они. Даже зять-то, он у меня такой неверующий, по большому счету-то, но на службу все ходят вместе с ней, к отцу Дмитрию они там как раз ходят рядом, живем, квартира у нас там. Вот, ну и здесь Евангелие она читает. Вот, и вот, а я ей когда, вот последний раз со службы ехали, вот дочка говорит, вот я думал, и тебе вопрос хочу задать. Потому что вот я говорю, смотрю, люди, как будто они церковные. Ты же знаешь, что то, что Бог говорит, оно однозначно должно быть исполнено. Нельзя как бы не принимать, если Господь тебе запрещает, а ты это делаешь, то думаешь, что это нормально. Вот я говорю, тебе хочу спросить, потому что таких людей я вижу, а ты, говорю ей, думаю, как раз из этих людей, как раз, которые считаются верующими, но на самом деле так не живут. Я говорю, ты мне можешь объяснить, вот почему так? Что внутри человека есть, который знает, что это слово Божие, знает, что нельзя отступать, а всё равно живёт, вот, с уклонениями. Она говорит, ну вот я, я, говорит, ну подумала, и отвечает, она говорит, ну вот я думаю, что всё равно, что человек видит, что он греховный, вот, и все заповеди человеку нельзя исполнить, вот, и поэтому всё равно человек, ну, всё до конца не исполнит, и поэтому не исполняет. Понимаешь, и вот оно, наверное, в этом так и есть, такое рассуждение, но оно настолько ошибочным, с одной стороны, правильно, с другой стороны, ошибочно, я подумал. Правильно, с той стороны, что, да, заповеди много, мы такие греховные, что мы всё равно грешное место остаёмся, во многом даже. Но, ведь, вот, я думаю, как раз Бог, Он ведь смотрит на то, а что ты можешь сделать, то, что реально можешь сделать, ты это делаешь или нет. Не до высот каких-то там, не до каких-то духовных подвигов, там, нет дела Богу. Главное, в твоей возможности, что есть, ты должен это делать. Ты не должен себе давать слабину и, как бы, упускать это, что, ну, в общую греховную кучу сваливать. Вот, поэтому и сказано, что ведь по вере, вера-то она как раз и предполагает не то, что ты сделал всё, а то, что ты веруешь, что так надо делать и делаешь. Сколько сможешь, столько и сделаешь. Ну, это вот пример живой, допустим, с этим. Да, вот он признаётся же, что он реально ощущает себе вот этот грех, как бы в нём работает. Ты посмотри, он же сжигает себе вот его, да? Смотри, он же абсолютно не, это самое, не хочет с ним бороться никак. А наоборот, себе его как бы, значит, он возлюбил этот грех. Ну да, простил его себе как-то так. Да ведь? Получается. Ну, есть, но ничего не сделал. Думаю, не простил, а как-то оправдал его. Оправдал, правильное слово, да. Оправдал. Вот, вот. А это вот самое страшное. То есть там Богу наша святость, она, не она нужна человеку, потому что нужно внутреннее устремление, полное устремление к Богу. И поэтому ты, и я вот, когда себя критикую внутренне, смотрю, что сколько вот отступлений от того, каким я должен быть. Ну, а и сам себя же проверяю. А ты искренне хочешь этого изменения? А ты делаешь все, что вот в твоих силах? Вот здесь. И вижу, что не до конца все равно еще. Вот. Ну вот. Ну, а как вот? Ты же себя не сломаешь вот так вот, так все, сейчас. Ну, во всяком случае, я от всего сердца хочу этого. Вот. А уж Бог увидит, эта мера, она какая моя, полная или нет. Все равно все оставлю, оставляем на суд Божий. Ну, я вот, знаешь, как я до 30 лет жил, ну, вот люди, это, стремятся вот зачем-то, зачем. Ну, я тоже так занимался, там, и бизнес, и все такое, и все было вообще. И что, и у меня было вот такое, знаешь, состояние вот неудовлетворения. Ну, ездили там и в разные страны, там, и все, и приедешь. А у меня состояние, как будто я все это видел. Чего, чего я здесь находит, я не понимаю. И я, понимаешь, я мучился вот этим. И вроде не хочется, конечно, хочется жить, понимаешь, что в этой жизни нет вообще никакого удовлетворения. Чему тут радоваться, вот это, чудеса света какие-то, там, юга какие-то. Ну, как я мучился, я, вот как раз вот, вот когда перерождение, вот они говорят, да, рождение, не слышим. Это вот реально, ну, видишь, по-разному у всех. А у меня ведь реально произошло, мне матушка говорит, что тебе психушку, что ли, вызывайте. Понимаешь, я когда вот в 30 лет, допустим, начал читать, нет, в 33 год начал читать я Библию. И все, и у меня все, у меня действительно все развеялось, вот это понимание, там, чего оно все улетело, непонятно куда. Вот, и оно все, тебе надо психушку сдавать. Ну, посмотри, все как изменилось. А какие радости, какие радости. А что, посмотри, а на Земле людей все больше и больше, уже, вот, 7 миллиардов уже, это. А куда их родиться и родиться, родиться и родиться? Куда их девать, солище? 100 миллиардов населения уже было. Нет, поэтому, вот, те, кто верует, что все потом спасутся, я в это не верю. Нет, нет, никак, невозможно. Никак. Так, и наше церковное учение в этом отношении, оно все-таки правильное, точнее, слово Божие, оно правильно говорит. Там плачет, скрежет зубов, там никакого нет прощения, и потом все вместе опять соединились, все миллиарды людей нет. Брат, под эту дудку и бесов надо будет освобождать тогда. Да, да, уж если так, да, начинать, то надо... И дьявола освобождать надо будет. Да. Для чего тогда, как бы, пустота в итоге получается, если вот это, верите этому, да, что все потом прощены будут? Вообще, все для чего тогда это было, весь процесс запускался, да? Конечно, конечно, а это же, это же по слове, Бог, Бог, да, в человека воплотился, и вот этому позволился, что никто из нас вообще не пойдет, не пошел бы никогда на это. А ради чего, чтобы потом там через миллиард лет освободить, чтобы все их будут? Ну, да. Никогда он на это не пошел бы. Да. Что это за игра такая, что, разве у Бога бывают такие игры, что ли? А вы смотри, а люди же, ангелы, дьявол Люцифер был, этот самый, Денис, да, ангел света, самый-самый из ангелов превратился во что? Потому что люди же тоже подобие обретают, уже живя здесь на земле, они попадают туда, подобные им, они туда попадают, и они же там не каются, они проклинают там все на свете. Как же они могут переродиться-то, что для этого должно произойти? Они все уже, они сформировавшиеся, вот, ну, посмотрите, человек, да, сидит он 90 лет, допустим, попробуй увидеть его в чем-нибудь там. Да, поэтому и молитва за усопших, я считаю, что это бесполезные все дела. Только для тебя самого, живущего пока еще здесь, это вот как-то смягчает, любовь твою как-то поддерживает к этим людям. А для тех уже все решено. А мы тут, вот, а нам-то уже за тех, кто, они же прожили эту жизнь, каждый человек. Мы можем молиться, не зная его участи, просто и молиться, потому что не знаем участи его, вообще не находясь с ним. А вот пользы ему оказать, я думаю, мы не можем, я вот о пользе говорю. Я понимаю, но это, опять же, как мы можем говорить, мы об этом вообще никаких знаний не имеем. А только из писания, что кто вот ушел какой-то, это сказано, что до греха ушел, все, плачет. Ну, что он заставлен, в том и судить буду, да. Да, да, как бы ничего, вот писание, как бы. А вот смотри, Игнатихович, допустим, он как, что использует для оправдания, вот возьмем летчика этого, да, самолет падал, а он, может, он как раз вот в эти секунды там, он раз и обратился к Богу, Господь его представляет, что происходит. Да. Посмотри, отец курил, да, курить не мог броситься никак. А посмотри, Господь что сделал, да, это самое, ну, сколько он болезней, около двух недель, да. И все, и курить, и бросил курить, и потом священник к нему пришел, он покаялся в этом, что он курить бросил, вот, что он четко это понимал, что он курит, что это плохо, понимаешь, что он не мог это побороть. Видишь, а это Господь ему вроде бы как помог оставить эту привычку, да, покаялся в этом. Ты понимаешь, как Господь работает? Да, да, да. Вот, поэтому именно, видишь, последний момент, что происходит с человеком, и вот, как бы, нет у него святости, допустим, да, по жизни посмотреть, а Бог как раз и не будет смотреть, что было до этого. Он посмотрит, в каком состоянии ты заканчивал жизнь свою. Не важно, кем мы были, важно, кто мы вот в данную секунду. Да, 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 именно так, да. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok